здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале девчоночки подписывайтесь ставьте лайки вам не сложно мне приятно ну а мы поехали и так девочки сегодня мы будем с вами рисовать зимние цветочки вроде бы еще зима еще холодно но уже так хочется весны хочется цветочков наши клиентки по таким мотивам очень-очень соскучились поэтому это будет скоро очень востребованный элемент и мы начинаем готовиться к этому заранее сегодня я вам покажу два типсика в одной и той же технике только с разным расположением элементов и с разной их обрисовкой смотрите девчоночки и тот и другой дизайн я рисую на одном цвете покрытия то есть основное покрытие это один и тот же оттенок но меняя на нем дополнительные элементы мы в итоге получим два совершенно разных дизайна ногтей и так девочки что же здесь происходит на кисточку кошачий язычок втирающими движениями я набрала гель-лак и точно также втирающими движениями я рисую мазковые лепесточки для своих цветков затем я это все просушила и перекрываю очень-очень тоненько розовым цветом гель-лака здесь мне не важно будут ли у меня разводы или не будут потому что остальные элементы дизайна у меня все спрячут точно также мазковыми элементами я рисую второй ярус цветков и добавляю тени смотрите каждый ярус я просушиваю отдельно причем полная просушка здесь не нужно здесь достаточно буквально несколько секундочек все это подхватить и продолжать рисовать дальше ну и тем же самым цветом которым я рисовала тени у цветочков я рисую дополнительные мелкие цветки опять же смотрите за мазочками вот это это мазковая техника росписи здесь все зависит от того как вы поведете кисточку в каком месте вы начнете ее поднимать на самом деле все безумно просто какие бы здесь по форме лепесточки у нас не получились это не имеет совершенно никакого значения потому что дальнейшей прорисовкой мы прорисуем именно ту форму которая нам необходимо перекрыли в слоем финиша и прорисовочку добавляем уже по просушенному слою финиша девчоночки почему так много топа да потому что именно благодаря вот этим вот слоям финиша мы углубляем наш дизайн под наш каждый лепесточек каждого цветочка можно заглянуть посмотреть что творится внутри вот это вот именно та аквариумная технология которую мы делаем в гель-лаковом покрытии на самом деле я заболела подобного рода дизайнами я такие дизайны уже делала своим клиенткам и смотрела на них в жизни смотрится просто потрясающе девчоночки и носится отлично не раскалываются слои финиша все хорошо и замечательно в носке ну и в данном варианте я решила прорисовочка сделать вот такие вот треугольные лепесточки опять же они не имеют никакого отношения к подмалевку я рисую вроде бы как еще один цветочек сверху предыдущего и вот это вот прорисовочка добавляет моему дизайну нежности ощущение кружева воздушности легкости воздуха то есть вот благодаря именно вот такой вот прорисовочки дизайн становится очень воздушным перекрываем еще слоем топа и по просушенному топа начинаем рисовать рамочку рамочка это будет уже нашим заключительным этапом прорисовочки рамочка у нас самая верхняя рамочка у нас заканчивает наш дизайн определяет его границы делает дизайн четким и законченным и при этом на этом же этапе мы добавляем цветочком серединку потому что ни один цветочек без серединки не смотрится дизайн получился просто восхитительный настолько глубокий настолько интересный в него хочется заглядывать его хочется рассматривать вот такого плана дизайна и девочки они не будут стоить дешево потому что здесь работы очень много здесь только просушить слоя финиша это уже пойдет минут десять времени для того чтобы просто просушить а еще плюс прорисовочка поэтому это мы не отнесем не к разряду быстрых дизайнов не к разряду дешевых дизайнов но эти дизайны покорят ваших клиентах потому что смотрятся они действительно просто потрясающе смотрите вот этот вот слой последней прорисовки финишем на самом деле можно уже не перекрывать как вариант можно присыпать какими-нибудь посыпушечками и оставить это так посыпушки у нас добавят еще дополнительного объема нашему дизайну и дополнительного интереса как вариант последний слой можно нанести матовым топом и тоже поиграться в этом направлении девчоночки пробуйте получатся разные варианты дизайнов ну а теперь второй образец смотрите девочки те же самые цветочки те же самые мазочки только мы по-другому располагаем сами по себе элементы то есть цветочек мы делаем боковой дополняем его опять же более мелкими боковыми цветами и здесь для оттенения я взяла уже не розовый гель который я промазывала очень очень тоненько а голубой поэтому этот голубой оттенок дает оттенок моему цвету фона то есть меняет вот этот вот сирень более в голубую сторону цветочки у меня тоже получается с холодным голубым подтоном и получается по ощущению дизайн более холодный и более строгий ну и последовательность выполнения дизайна точно такая же то есть все элементы мы рисуем через слои нижний слой у нас нарисован в сверху перекрыт слоем голубого то есть получается второй слой цвета у нас через голубой оттенок и дальнейшие слоя мы добавляем через топ топ мы наносим не жирно тоненько здесь не нужна толщина финишного покрытия даже если вы его только чуть-чуточку промажете объем тем не менее все равно появится ну и прорисовочку я здесь уже сделала не угловатыми лепесточками а лепесточки сделала кругленькие такие вот воздушные нежненькие опять же у меня получается холодный оттенок у цветков но при этом цветки становятся более нежными благодаря прорисовки девчонки вот я до такой степени балдею от вот этих дизайнов что даже вот при озвучке когда у меня на компьютере просто на экране показывается этот мастер-класс я в полном восторге не до такой степени это все нравится что это наверно следующий дизайн который я нарисую сама себе и что самое интересное несмотря на то что дизайн долгий он простой здесь нет сложных элементов вот эти вот мазочки из которых состоят цветки это самые простые элементы с которых начинается вообще художественная роспись поэтому если вы умеете рисовать хоть какие-нибудь мазочки если они даже у вас на заборчик похожи у вас получатся вот такие вот цветочки и дизайн будет просто потрясающий ну а мы добавляем еще элементов цветов то есть можно было оставить на вот этом одном цветке на нем остановиться но я решила что опять же мне мало я хочу добавить здесь цветочную поляну поэтому я добавляю еще цветочков перекрываю их еще слоем топа еще раз их прорисовываю и поверх своего основного цветка добавляю очень тоненькой прорисовки смотрите вот это вот прорисовка опять же режет слегка мой цветочек но при этом подчеркивает вот эту вот объемность дизайна то есть благодаря вот этой верхней прорисовки мы прям видим как цветочек сразу же у нас утапливается вовнутрь мне вот интересно я одна тут сижу балдею или вам тоже нравятся вот такие дизайны девочки напишите мне в комментариях какие ощущения у вас этот дизайн вызывает настолько же вам интересно смотреть как мне интересно его было делать в общем девочки на этом месте у меня эмоции просто зашкаливают никаких нормальных комплиментов кроме кайф красота какая какая как круто как красиво как замечательно у меня просто вообще слов других нет поэтому я наверное прекращу здесь озвучку смотрите дальше уже без звука все моменты я вам рассказала смотрите и балдейте а Продолжение следует... Ну вот, собственно говоря, и все, наша красота готова, девочки, это просто потрясающе, обязательно повторите это на своих клиентках, ну и я надеюсь вам понравилось, надеюсь вы поставите мне лайк, и мы увидимся с вами в новых роликах, всем до новых встреч, пока-пока!